Ребята, всем привет! С вами мне Монте и хочу с вами сегодня поделиться и похвалиться. Словил сегодня мурену. Нырял с пушкой и подстрелил ее. Женя поймал первый улов. Смотрите, какая муренка у нас. Ну-ка, дай, Женя, дай сфотографируй на меня смотреть. Ей, Лиза, наживайся. Класс. Мурену! У нас мурена в Адритическом море водится до 3 кг. Вот, я смотрел такую небольшую мурену, я на нее поцелился и получилось с первого раза в нее попасть. Долго не надо целиться в мурену, надо сразу в нее стрелять. Если будете мешкаться и долго, то мурена может сразу на вас напасть. Это опасно. Целится прямо в голову у нее стрелять. Потому что если стрелите куда-то вниз или в живот, она начнет крутиться и вокруг ей все начнет кусать. Когда стреляете в голову, она просто закрутилась и все. Она находится сразу на, как бы сказать, на стреле. Да, и вы выносите ее на камень. Отрезает, нужно сразу отрезать голову. Яд находится у мурене в зубах. Они как иголки здесь зубы. Она специально кусает, скажем так, рыбку. Для того, чтобы она меньше двигалась, чтобы легче можно было ее приглотить. Когда мурену готовите, голову надо сразу отрезать. Кожа легко снимается, когда отдать кипятком. Кожа сразу снимается. Мурене лучше кожу снять. Если большая. Если маленькая, то кожу не надо снимать. Я ее порежу на куске и замариную. Для того, чтобы она вкуснее была. Мясо у мурены белое и вкусное. Ребята, да, еще когда будете мурену готовить, вы должны просмотреть ее на вкусы. Потому что, если она где-то себя укусила, на это место нужно будет отрезать, там, где она себя кусала. Сейчас отрезаем голову ей. В ней нужно внутрь слисти и лучше всего взять ножницы. Не такое существо, просто попробую ножом. У нее гладкая, скользкая шкура. Вообще, очень интересная окраска. Она вообще похожа на змею. Видите, у нее особых нет плавников. Они вот здесь вот только вдоль есть небольшие. И плавает она, взевается, как змея. И голова у нее похожа на змеиную. Вот мы ее уже отрезали, бросили в пакет. Она такая, как водная змея. Да, ребят, нужно будет немножко помучиться перед тем, как бы почистить ее. Крупную мурену легко ее обдаешь кипятком, и кожа легко снимается чулком. Я почистил, вот внутренности ее. Вот видите, мясо белое, жирное и очень вкусное. Мурена считается ядовитой рыбой, но яд находится весь в зубах. И у крупной рыбы нужно снять кожу. Лучше кожа снимается, когда отдать ее кипятком. Рыбу мою и режу на куски. Рыбку помыли. Режем на такие вот кусочки. Надо, чтобы замалиновать мурену. Чеснок, лимон, соль и петрушка. Но петрушки у меня нет, я взял базилик. Рыбу мою и режу на кусочки. Рыбу мою и режу на кусочки. Рыбу мою и режу на кусочки. Я чеснок раздавил, для того, чтобы было он больше аромата. Складываем в рыбу посудину. Добавляем чеснока. Добавляем соли. Много не надо. Морская морская. Лимон. И базилик. Сейчас мы это все перемешиваем. Вот так это все выглядит. И оставляем на время, чтобы замариновалось. Ждем. Рыба у нас замариновалась. Уже готова. Давайте же жарить. Сковородка у меня нагрелась. Добавляю обычного масла. Как на блинчике, малыш. И клоним рыбу. Видите, я поставил на температуру, у меня максимум 6, а я поставил на пятерочку, чтобы не горело. О, какой аромат. Лимона. Чесночка. Базилика. Вкуснятина. Видите, кожа сжимается, когда жарится. Я убавляю на температуру на 1 градус меньше, 4. У меня еще есть маленькая рыбка. Как раз место есть, я ее добавлю сюда. Какой аромат. Ммм. Должен, нельзя через телефон передать этот аромат. Рыбу планистый карат переворачивать не надо. С одной стороны прожарили, потом с другой стороны прожарили. И снимаем рыбу. Ребята, самое важное в рыбе, когда вы начинаете жарить рыбу, самое первое, что удаляется у рыбы, это жабры. Потому что у них находятся все таксины. Таксины. Рыба готовилась минуты 3-4. Теперь я ее переворачиваю. Такой аромат. Рыба готовилась. Ну вот, рыбка готова, снимаем. Рыбка готова. Вот, мясо-мурены, оно белое, жирное и очень вкусное. И без костей. Вот, ребята, такой у нас рыбный астерти сегодня у нас на ужин. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч.